Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел бы сделать две вещи. Во-первых, я бы хотел напомнить, что традиционно третий год у нас идет мониторинг. И если в предыдущие годы мы говорили только о регионах России, то эта сессия будет посвящена как странам СНГ, так и ряду регионов России. И вот я просто покажу. Это прошлогодние издания. Я очень рад, что целый ислам в мультикультурном мире, материал институционного анализа. Я очень рад, что большинство коллег, которые участвовали и в первом анализе здесь присутствуют. Вы видите, у вас в раздатке прошлогодние издания «Ислам в мультикультурном мире». И большая просьба с докладами определиться в ближайшее время, потому что до Нового года мы не будем тянуть на год. В конце этого календарного года мы уже отпечатаем материалы вот этого форума, то, что касается и сегодняшней сессии. И я очень рад, что это совместный продукт издательского дома «Медина» и Казанского федерального университета. И здесь я должен выразить благодарность ректору Казанского федерального университета Ильшиату Равкатовичу Гафурову и директору нашего Института межнародных отношений и истории и востоковедения Рамилю Равиловичу Хайрудинову. Он сегодня на саммите, как и Ильшиат Равкатович, на саммите в Челябинске. Они присоединятся к нам завтра, наше руководство. И на самом деле мы очень ждем следующих томов, потому что следующая презентация – это Ислам Башкортостани, наши уфимские коллеги. И очень важно, что действительно есть целая серия мероприятий, где мы встречаемся. Ну и второй вопрос, если вы не против, я произведу маленькую перекличку. Суторогильдзиева, Бактыкан, Мукишевна. Есть? Да. Асланидзе, Абисалум есть? Рустамова, Тагидис, Алмаз, Али Козе. Да. Рахмат Стародубровская, Ирина Викторовна. Абсилямова, Алиме, Исмаиловна. Так. Булатов Айдер Аметович, Юсупов Юлдаш Мухамматович, Старостин Алексей Николаевич, Баталова Садшида, Рустамовна. Так. Гузельбаева, Гузельехиевна. Гузельехиевна, вы где? Так, ладно. Абдунаби, Сатурзада. И Садриев, Арслан здесь. Уважаемые коллеги, мы должны заслушать до обеда 12 докладов. Большая просьба уложиться в 15, лучше в 12 минут, и короткие вопросы, реплики, соответственно. И первой предоставляется слово представителю Кыргызстана, Тарагильдеева Бактыкан Макишевна, доктор политических наук, профессор Академии Государственного управления при президенте Кыргызской республики. Пожалуйста. Слава, Санарбур, Мату, форум Ногатшу-Хатшу-Челары. Доброе утро, уважаемые участники конференции. Мне очень приятно участвовать на данном форуме, и большая честь выступить на данной конференции. Как вы знаете, Кыргызская республика в Центральной Азии является демократическим государством, где демократия стала условием для развития нашего государства при отсутствии ресурсов. Именно демократические процессы показали, что 15 октября, когда происходили президентские выборы, никто не знал о том, кто станет президентом. Это действительно была конкурентная борьба за президентские выборы, и за историю суверенного Кыргызского государства впервые выборы прошли на альтернативной основе при большой конкуренции претендентов. Вот именно эти показатели показывают о том, что наша республика идет успешно по демократическому преобразованию. В то же время демократические преобразования нашей республики показали о том, что ислам является одним из таких влиятельных факторов данного политического процесса. Она все больше оказывает влияние на кыргызстанское общество, и особенно на молодежь. Например, при идентификации молодежь Кыргызстана сегодня в первую очередь идентифицирует себя как мусульманин, а во вторую очередь как принадлежность к этнической идентификации. Сегодня в Кыргызстане 95% кыргызов себя считают мусульманами. Социальные причины политизации исламом кроются, конечно, в трудностях переходного периода, связанной с появлением новых политических институтов, в либерализации экономики, понижении статуса отдельных социальных слоев населения, приведшие, как вы знаете, к безработице нашей республики, к миграции, коррупции в государственных органах, росту влияния организованной преступности, росту проституции, алкоголизма, потребление наркотиков, распространение ВИЧ, инфекции и разочарованности людей во многих аспектах социальной жизни. И в этих условиях мусульманство становится мощным фактором преодоления массового отчуждения и социального неравенства. Оно стало психологическим якорем нестабильных годов социальных трансформаций. С его помощью пытается противопоставить западной культуре индивидуализма, своей культурной и религиозной традиции, сохранить национальную самобытность, а также восстановить чувство собственного достоинства. Если мы обратимся к истории распространения ислама на территорию Кыргызстана, я просто маленький экскурс сделаю. Вот в 751 году, как видно на слайде, вы знаете, произошла знаменитая Талаская битва, где определила судьбу Центральной Азии, когда арабы совместно с юргешами смогли победить китайскую армию. Это было начало распространения ислама на территориях Кыргызстана. А в 955 году ислам в Караханистском Каганате, это столица этого государства, город Баласагун, находится недалеко от города Бишкек. Он объявлен государственной религией этого государства. Дальше Кыргызы приняли ислам с унитского направления, ханафийского толка. Усиление ислама у нас происходило в 17-18-19 веках, вперед Каканского ханства. Я хочу обратить внимание, что у нас распространение ислама между севером и южным Кыргызстаном имеет большую разницу. В период колонизации Российской империи в 19 веке в распространение ислама большую роль сыграли мусульмане-татары, которые способствовали открытию медресея и мечети на территорию Кыргызской республики. В советский период, как везде, было ослабление ислама. И в 1991 году, в период становления суверенного государства, на территории Кыргызстана было всего лишь 40 мечетей и медресе. В 1991 году, в период принятия суверенитета республики, в декабре 1991 году был принят закон о свободе вероисповедания в религиозных организациях. В 1993 году был создан казят мусульман нашей республики. И в этом же году, в 1993 году, было образовано Духовное управление мусульманной республики. С этого периода у нас начинается восстановление и строительство мечети, открытие исламских духовных школ и медресе. И я хочу обратить внимание на то, что либеральное законодательство нашей республики привело к тому, что наша республика стала наиболее благоприятной страной для деятельности разнообразных религиозных организаций, что привело миссионеров со всего мира. Официальный ислам стал подвергаться массированной атаке извне нетрадиционными направлениями и течениями ислама в республике, которые опирались на массированную финансовую поддержку извне. Обратите внимание на слайд. На территории Кыргызстана сегодня официально действует более 30 религиозных конфессий. Нелегально действует ряд религиозных организаций и отдельные ячейки религиозно-экстремистских партий. Также на слайде показано огромное количество их, я не буду их перечислять, в том числе Хизбут-Тахрир, ваххабиты и так далее. Религиозные, одно из такой популярных и влиятельных движений является у нас давачки, их называют, это кыргызстанская версия таблик джамат, которая пришла в регион из Индии. По мнению Духовного управления мусульман Кыргызстана, данная организация является принципиально аполитической организацией. Благодаря своей популярности она уводит от политики большой процент населения, заинтересованной в исламе, так они говорят. Все большое внимание сегодня в стране через систему турецких школ и университетов оказывало влияние движение Фетхулак Гулен. Вы знаете, после известных событий в Турции, средняя школа Сибат, у нас сегодня передано ведомство Министерства образования и науки Кыргызской республики. Религиозные организации, по мнению известного теолога Хадыра Маликова, в Центральной Азии с 1995 года активизируются. Это такие организации, как Аль-Кайда, Хизбут-Тахрир, Объединение Товба и так далее. Вы можете посмотреть на слайде, их действительно очень много, кроме исламских организаций и много других неисламских организаций. В том числе это секта из общественного сознания Кришны, Церковь Объединения Муна, Сатанисты и так далее В последние годы в республике активизировалась работа джихадистско-такферистской идеологии, которая пришла с Кавказа и нацелена на борьбу с представителями правоохранительных органов. Основное средство распространения ее идей через интернет-сайты. Интернет-имамы распространяют крайне радикальные идеи и даже учат, как делать бомбы. По мнению Хадыра Маликова, он называет их халиджитами, то есть заблудшая секта. Также он говорит о том, что с открытием посольства Катара и деятельностью посольства Саудовской Аравии в нашей стране будет увеличиваться финансовые уливания и дальнейшее распространение салафитской идеологии. Вот вы видите на слайде, какое огромное количество религиозных организаций в нашей республике. Вот смотрите, на слайде показано о том, что в Кыргызстане сегодня 2669 различных религиозных организаций, мечети и медресе. У нас население всего лишь 6,5 миллионов населения. Рядом показано количество мусульманских организаций в Узбекистане, где проживает 32 миллиона, в Казахстане население почти 12 миллионов, у них 2516, и в Таджикистане, как вы видите, тоже огромное количество мечетей 3930. И по сравнению с этими населением этих республик, она огромная, у нас 6,5 миллионов существует огромное количество религиозных организаций. И в то же время вы видите исламские учебные учреждения. В Кыргызстане у нас, видите, один исламский университет, 9 исламских институтов, 102 медресе, из них действующих 88. И в то же время можно сравнить с другими центрально-азиатскими республиками, где действительно количество этих организаций намного меньше. Конечно, нужно обратить внимание, что огромное влияние внешних актов в нашей республике. Это, в первую очередь, финансовая поддержка со стороны турецких, пакистанских, арабских, иранских и других религиозных организаций, деятельность которых привело к появлению новых культовых практик расслоения мусульманской общины в Кыргызстане. Нужно обратить внимание, что сейчас молодежь выезжает на учебу в эти страны, и особенно о том, что среди молодежи есть дети с 9 до 14 лет. Также я просто хочу обратить внимание, что огромное количество других конфессий, которые проводят работу в нашей республике. Дальше. Вот сегодня, учитывая ситуацию, политические ситуации в Кыргызстане после 2005-2010 годы, политические процессы привело к тому насильственной смене государственной власти в нашей республике. Была проведена большая работа, и вот эти все экстремистские организации, которые на слайде показаны, они объявлены запрещенными организациями. Их очень много. В республике проведены много различных социологических опросов, вот я привожу несколько из них. Вы видите о том, что на опрос, какие организации вы считаете опасными, население отвечало, что Хизбут-Тахриры, это 32,5% населения, свидетели йоговы, 15%, баптисты, ваххабисты и так далее, население говорит, как опасные организации, которые проводят свою деятельность в нашей стране. А также дальше, следующий, пожалуйста, слайд. Когда у опрошенных был задан вопрос, где вы получаете информацию о религии, население отвечало о том, что при выходе на дават, как я говорила выше, у нас даватчики, в общем, распространенная такая организация, где где-то здесь процентов 45 населения говорило, что они получают информацию о религии, от местных священников, там 38% и так далее. Получается, что население получает знания о религии больше о этих, ну, различных организациях религиозных. Дальше. Точно так же, каким исламским группировкам вы симпатизируете, здесь, в общем-то, вы видите, Даблик-Джамат занимает высокое показатель 16%, которые, мы сказали, самые распространенные религиозные организации в нашей республике. О потенциальном риске различных течений можно выделить следующие уровни. Первый уровень организации – это непредставляющая угрозу. Второй уровень – это организации, оказывающие скрытое, деструктивное влияние на общество. Это, например, евангелистские церкви. Третий уровень – экстремистские организации, как, например, Хизбут-Тахрир. Четвертый уровень – силовой экстремизм, как джихадистско-такфиристские организации, которые усилили свою деятельность в нашей республике. И пятый уровень – это террористические организации, пример, как Аль-Каида. Если мы рассматриваем, сколько процентов практикующих верующих, показатели показывают, что только 10%. Но, к сожалению, этот показатель не показывает суть, потому что в республике наблюдается быстрый рост количества приверженцев экстремистских и деструктивных религиозных организаций и увлечения фактов нарушения закона преступлений и террористических действий, совершаемых членами этих организаций. В 2015 году у нас постоянно происходили задержки различных членов этих организаций, которые вербовали людей в ИГИЛ. Например, согласно данным ГКНБ республики, сегодня 600 граждан Кыргызстана находятся в зоне боевых действий Сирии и Ирака, в том числе там находятся женщины. В 2016 году МВД Хрыжевской республики контролировала и наблюдала за деятельностью 1700 человек, которые находятся в различных радикальных объединениях. Известно, конечно, эти организации выступают закамуфлированно, что очень сильно приводит работу с ними. Происходит распространение экстремистских действий через интернет. МВД инициировало несколько возбуждений уголовных дел против таких сайтов. Однако проблемой остается ответственность владельцев сайтов интернета, операторов за ведение такой работы. Я хочу немножко сказать о влиянии ислама на политику Хрыжевской республики. Одна минута, да? Мы видим о том, что идет также влияние ислама на политические процессы. Стоял вопрос в 2007 году, когда стал вопрос о принятии новой формы конституции. Сторонники выступали о снятии с Конституции Хрыжевской республики слова светского. Благодаря усилиям оппозиционеров этот пункт был снят. Также, как вы видите, что сегодня после 2010 года была проведена большая работа. Проводится работа по учебу с имамами. Дальше была, можно дальше еще, принята вот концепция государственной религии Хрыжевской республики, где обращено внимание, пожалуйста, слайды дальше сделайте, обращено внимание на такие проблемы. Учетная регистрация религиозных организаций, организация хаджа и так далее. Проведен процесс проект «Иман» работает, который проводит учебу с имамами и так далее. Вот вы видите о том, что у нас в последнее время огромное количество имамов получили образование. Дальше. И риски. Вот два слова о рисках. Сегодня в Кыргызстане мы видим нарастающее неприятие религиозного образа жизни и проявление любых форм религиозности со стороны светского молодые, которые выступают против, кто в одежде хиджабов, исламские одежды и так далее. И в то же время мы видим, что как бы создание параллельной культуры происходит. Вот летом 2017 года на юге мы ездили, проводили опрос, что население возмущается тем, что 5-7% верующих, они диктуют условия жизни для всего региона. И открывается в массовом виде мечети, но не школы. Вот это было одно из главных возмущений населения республики нашей страны. И вы знаете о том, что 28-29 сентября у нас в республике произошла международная научная конференция на тему ислам в светском государстве, которая также обсудила данные проблемы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, если только мощно, коротко. Потому что дискуссию, наверное, мы устроим в конце. Поскольку Киргизстан – это регион, где меняется и много президентов, и много муфтиев, мы его выбрали для кейс-стади в Средней Азии. Соответственно, и следующий кейс-стади – это Асланица Абиссалон, город Батуми, Аджария, Грузия. Кандидат философских наук, старший преподаватель Департамента философии Батумского государственного университета имени Шотару Ставели. Тема его доклада «Причина радикализации молодежи в Грузии и пути их преодоления». Пожалуйста. Приветствую вас, уважаемые участники форума, и хочу перед вами осветить проблемы, связанные с радикализацией молодежи в Грузии и пути их преодоления. На постсоветском пространстве условия активизации ислама одним из актуальных вопросов остается радикализация мусульманской молодежи. Эта проблема заявила о себе и в Грузии, в исторически православной стране, но при наличии большого религиозного меньшинства, которым являются мусульмане. На сегодняшний день здесь проживают около полумиллиона мусульман. В Грузии радикализация молодежи имеет как характерные черты, так и специфические признаки обусловления местными условиями. Наблюдая за религиозными процессами в Грузии последние годы, можно сказать, что главная причина радикализации молодежи – это экспансия извне и рост политизированности религий, которые происходят при отсутствии законодательных мер в отношении проблем развития религии, в том числе ислама. В Грузии оказалась плодотворная почва для спекуляций религиозными темами. На фоне отсутствия законодательной базы, регулирующей сферы религии. Особым приоритетом пользуется православная церковь, что в остальных религиозных общинах вызывает определенное недовольство. В данной ситуации активизировались отдельные неправительственные организации, действиями которых, по нашему мнению, очень заинтересованы политические силы как внутри страны, так и исламские организации за его пределами. Недовольство вызвали в вопросе открытия новых мечетей или пристройки минаретов к уже существующим культовым зданиям. В настоящее время этот вопрос решен. Мечеты для мусульман открыты везде, где они пожелают. В Аджаре мечеты функционируют в основном в специальных странах, но в других регионах Грузии они функционируют чаще всего в жильих домах. В этом плане единственным нерешенным вопросом остается строительство новой мечети в Батуми. В современных религиозных процессах главной движущей силой является молодежь, получившая религиозные образования за границей. Но, вернувшись на родину, не на шедшее место в обществе, питав чужие традиции за рубежом, многие молодые люди не смогли интегрироваться в грузинское общество, имеющее свои морально-культурные и религиозные нормы. Неинтегрированная молодежь в то же время поддерживает связи с той средой, где они получили религиозные образования и продолжают жить в Грузии той культурой, какая прижилась к ним за границей. Это главный источник конфликта. Для решения данной проблемы необходимы специальные правительственные программы направленные на образование, трудоустройство этой молодежи и так далее, поскольку склонность молодежи к радикализации в будущем будет расти и увеличивать конфликтогенний потенциал в обществе. Признаки этого в Грузии, к сожалению, есть уже. Ислам в Аджаре даже во время господства Османской империи был скорее традицией, таким же он остался в СССР. Для местных мусульман чужие исконные исламские правила жизни. В это время радикализирующаяся молодежь преследует в большой степени польческие цели, нежели стараются принести духовность среди населения. Свои цели они осуществляют через неправительственные организации. Видимо, для этих целей были созданы мусульманские организации, такие как Союз грузинских мусульман, Ассоция дружбы Грузии и Турции, Союз теологов, Ассоциация помощи грузинской молодежи и другие. Причиной радикализации молодежи также является непрофессиональное отношение прессы к данной проблеме, которая часто дает некорректные интерпретации ситуации и осуществляет такие события, которые преднамеренно направлены не на усовершенствование норм ислама или на защиту прав мусульман, а на получение определенных полицейских дивидендов. Актуальными стали такие темы, как ношение платка в школе, избрание имама в сельской мечети в депутаты местного самоуправления, может ли мусульман стать президентом Грузии и так далее. Например, широкий общественный резонанс получил сообщение в прессе, что в одной из школ Адигенского района отец не пускал девочку в школу из-за того, что якобы директор образовательного учреждения запретила ей приходить в школу платки. Внутренний распорядок в школе предусматривает запрет наношение платка головного убора в здании школы. А на день раньше, по словам очевидцев, девочка была в школе без каких-либо религиозных атрибутов. Видимо, специально было вот такое... Но был зафиксирован факт, что руководство школы сделало замечание девочки касательно ее одежды. И этот случай получил освещение в средствах массовой информации. Отдельные неправительственные организации, воспользовавшись ситуацией, заговорили о том, что в Грузии ущемляют права мусульман. Хотя в Батумском государственном университете что-то расставили. Студентки ходят в платках. Десятки студентов у нас сейчас в Батумском университете ходят в платках. Более того, несколько лет назад одна студентка на моей лекции появилась в платке. Обычная девочка, очень успешная такая студентка. Вдруг она пришла на лекции в платке. Через несколько дней в хиджабе. Потом и лицо закрыла. И никому в университете не пришло в голову мысли, чтобы замечание давать этой девочке из-за одежды. Хотя и университетский внутренний распорядок запрещает находиться в здании платки в головном уборе и так далее. А в истории, наверное, плохо было то, что эта студентка, очень успешная студентка, кстати, вскоре вообще бросила учебу и вышла замуж второй женой в Панкинском ущелье за мужчину, старше ее на много лет. Большое волнение среди молодежи было вызвано тем, что не так давно на выборах местного самоуправления кандидатами в депутаты были представлены два сельских имама. В связи с этим муфти приостановили им полномочия, что в социальных сетях вызвало широкую дискуссию вокруг этого события. А против муфтия образовалась оппозиционно настроенная группа, управляемая политическими силами. Радикально настроенная молодежь считала, что имам мечетис одновременно может быть и депутатом, а вторая группа, поддерживающая решение муфтия, апеллировала к тому, что имами должны были подать заявление об уходе, когда их выдвинули депутаты. Политизированность этого вопроса дошла до того, что радикально настроенная молодежь отказалась в знак протеста исполнить коллективный намаз в пятницу и закрыла мечет. Никого просто не пустили там. Закрыли и все. Вот как бы протестуя приостановление панаму и имаму. Таким образом, высшее излежение событий повлияло на то, что большая часть мусульман настроилась против власть, а молодежь перестала скрывать свою агрессию против нее и остальной части мусульман, не разделяющих их идеи. Я уже упоминал значительную роль неправительственных организаций в радикализации молодежи. Несколько недель назад, во время предвыборной кампании, одна из таких организаций объехала несколько мусульманских соль и опубликовала информацию со следующим заглавием. Может ли мусульманин избираться президентом Грузии? Нужно отметить, что в Грузии еще не было случая, чтобы президент баллотировался мусульманин. И из-за религиозной принадлежности его не поддержало население. Но сразу же появились сторонники мусульманского президента в кавычках и противники. А в итоге радикально настроенные населения вынесли заключение Грузии как православная страна не допустить избрания президента мусульманина, чтобы в Грузии всегда ущемлили права мусульмана и так далее. Цель была достигнута. Возникло противостояние между разными группами. Следует отметить, что в Грузии на уровне правительства интеллигенция никогда не была отрицательной отношения к исламу. Но активность отдельных неправительственных организаций, непрофессионализм средств массовой информации, социальные сети содействовали радикализации молодежи. Предложение радикальной молодежи и новые правила жизни и культурная несовместимость выделили их из основной массы мусульман и способствовало формированию их в отдельный социальный слой. Этому процессу значительно способствовало и то, что в стране практически не существует какая-либо программа, которая обеспечивала бы интеграцию этой молодежи в общество. Не существует программы их занятности. Молодежь не может реализовать себя. Если час смогла сформировать неправительственные организации и начать определенную деятельность, большая же их час вообще не может реализовать себя. Это, конечно же, имеет и объективные причины. В настоящее время в Грузии существует около 300 действующих мечетей, а религиозные образования получили за границей гораздо больше молодых людей. Поэтому невозможно всех их трудоустроить в мечетях, а на их переобучение государство пока не предложило какой-либо программе. Радикализация молодежи способствует отсутствию контроля ресурсов интернет. Мы не говорим о том, что мы должны запретить свободу слова, но на деятельность таких организаций и личностей, которые вызывают расприи и раздоры среди последовательных разных конфессий, контроль, конечно, необходим. С целью изучения вещеизложенных проблем 6 октября этого года состоялось въездное заседание комиссии, изучающей национальные проблемы Национальной академии наук Грузии, Батуми, на котором основным вопросом были религиозные проблемы в Аджаре и пути их решения. Этот доклад предоставил на этой комиссии я и как раз мой доклад по этой проблеме влек в основу рекомендации правительства, поэтому с вашего позволения хочу озвучить часть из них. Причинами радикализации молодежи является низкое образование отдельной части мусульманской молодежи и духовных лиц, поэтому образование духовных лиц должно взять на себе государство. В Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили желательно открыть 1-2 годовые курсы для переподготовки действующих имамов, где слушатели будут иметь возможность послушать лекции по коронаведению, хадисоведению, исламской философии, истории Грузии и так далее. Необходимо, чтобы государство принимало меры пооткрытия в Грузии высшего духовного училища для подготовки мусульманских духовных лиц, где желающие получат и светское образование, а диплом будет признан государством. Необходима государственная аккредитация мусульманских пансионов и медресе. Кстати, по первым вопросам, наверное, в этом вопросе и есть моя доля, что государство уже активно работает для открытия в Грузии высшего учебного заведения. Ну, на первом, пока так это самая, исламская универсия, так она будет называться. Доклады и особое внимание было обращено на то, что до сих пор нерешенной проблемой остается строительство новой мечети Патуми, что требует сейчас молодежи. Вместе с новой мечети, на наш взгляд, по лендостачу точно было бы произвести реконструкцию уже имеющейся. Тем более, что приблизительно, наверное, нигде, ни в одной стране такой практики нет. Одна трет площадной мечети используется в коммерческих целях. Для решения существующих проблем, в том числе необходимости дерадикализации молодежи, необходимо, чтобы государство включилось в решение тех вопросов, которые волнуют мусульман. Она должна выработать политику сперрелигии и на ее основе построить отношения с конфессиями. Фактором приостановления радикализации должно стать то, что в мечетях при назначении или избрании имамов отдавать предпочтение тем, кто получил высшее образование на родину. Такие люди не попадутся под влияние определенных сил извне. С учетом местных культур и традиций они смогут препятствовать радикализации религии и объяснить молодежи погубность радикальных идей. К снижению радикализации молодежи приведет открытие при пансионах и медресах курсов для подготовки молодежи к поступлению в вузов. Именно такие курсы у нас в пансионах и медресах существуют и этим привлекают молодежи вот к пансионам. Государство должно принять меры по их открытию, особенно в регионах с высокой вероятностью радикализма. А такие регионы, к сожалению, у нас несколько. Одной из важных мер предоставляется введение преподавания в региональных вузах религиоведения или спецкурсов по исламоведению, так как они обеспечивают в сельской школе кадрами учителей, которые работают в основном с молодежью. И, наконец, как известно, в исламе нет такого института, как церковь, которая бы решала внутрикомпенсиональные проблемы. Поэтому эту функцию на себе должно брать государство, хотя бы на региональном уровне в органах власти должны работать люди, которые будут помогать муптиятам в решении проблем на местах. Такие проблемы радикализации молодежи актуальны и для других постсоветских стран. На наш взгляд, для выхода из создавшейся ситуации было бы верным выработать совместные с ними рекомендации с учетом условий жизни каждой страны. В этом направлении очень большую работу проделывает Казанский федеральный университет, который каждый год собирает специальства со многими странами, что делает возможность обмениваться опытом. За что и большое спасибо как руководству университета, так и организаторам этой конференции. Спасибо. Спасибо большое за теплые слова. Вопросы? Соответственно, да, пожалуйста, Ринат Фаикович Патеев. Можно узнать, какая сейчас ситуация в Панкийском ущелье? Мы знаем, что, ну, в общем-то, события вокруг Чеченской войны и так далее, они были связаны с частью чеченцами-кистинцами, которые там проживали. Я понимаю все сложности политические во взаимоотношениях между странами, но я, насколько знаю, там же были серьезные столкновения между внутренними службами безопасности и отдельными радикальными группировками, переходящими, ну, это вооруженные, да? Там пару инцидентов буквально, насколько есть. Знаете, это было в 2006 году, вот один раз, как бы, вот, во время вот президента Саакашвили. И с тех пор вот таких вот вот столкновений или там, или открытого противостояния разных групп, такого вот по Панкийскому ущелью не наблюдается, вот, который бы, вот, освещала бы пресса. Я сам вот по Панкийскому ущелью, если честно, не работаю, я в основном вот по Аджаре и там за самое, но таких конфликтов уже нет, к счастью. И, знаете, там уже есть работает, активно работает Совет Старый Ищин, вот, и которые, вот, очень влияют на молодежи и, вот, для радикализации молодежи очень большую работу проделывают они. Так что таких конфликтных ситуаций в Панкийскому ущелью уже нет. А спасибо. Гузейров, Решет Арифулович. Уважаемый Бессалум, у меня тоже два маленьких вопроса. Первое. Существует ли в Грузии духовное управление, то есть какая-то централизованная организация, как духовное управление мусульман Грузии? Это первый вопрос. И второй вопрос. С точки зрения процентного состава национальности, вот, вы сказали, 500 тысяч мусульман, вот, процент в соотношении по национальностям, кто это? Спасибо. Духовное управление мусульман Грузии существует, но, к сожалению, не работает или плохо работает. Вот это духовное управление мусульман Грузии приняло такое решение, что вот образовало два мухтята, восточной Грузии и западной Грузии. В восточном Грузии в основном живут муслими-азербайджанцы, в основном. А в западном Грузии в основном грузины-муслими. Вот. В процентном отношении это где-то вот так, может, 60 на 40 процентов. 40 процентов азербайджанцев и 60 процентов грузин и муслим, которые живут по всей Грузии. Потому что Аджария такая, в общем, там экологические проблемы, очень выселяют население по всей Грузии. И расцелены по всей Грузии, практически по всем районам. Спасибо. Слово предоставляется Рустаму в итоге Ди Салмас Али Козы, Баку, Азербайджан, доктор исторических наук, профессор Института Востоковедения имени Буниятова Национальной Академии Наук Азербайджана и Азербайджанский Государственный Институт Языков. Тема ее доклада – опыт противостояния исламскому радикализму среди молодежи Азербайджана. Пожалуйста. Спасибо, да. Азербайджан, одна конференция. Салам лаирам. Я приветствую конференцию. Спасибо за приглашение. Как уже было озвучено, тема доклада моего посвящена опыту противостояния политики Азербайджана. И чтобы понять истоки этой политики, я бы хотела совершить очень небольшой, короткий такой экскурс в историю. Откуда основа сегодняшней политики. Азербайджан, как мусульманская страна, исторически занимает особое место в традиционном мусульманском мире. Поскольку, например, начиная с того, что распространение ислама в VII веке на собственно азербайджанской территории встретило здесь вооруженное сопротивление, 25 лет шла борьба под руководством Бабека. Потом, естественно, народ принял ислам. Но ни каких-то, ни от них таких величайших религиозных, духовных, конечно, были духовные лица. Она не воспитала. Зато воспитала такую личность, как Мирзефат Аля Ахундов. Я думаю, исламоведы знают имя этого великого мыслителя Востока и единственного воинствующего атеиста во всем мусульманском мире. Мирзефат Аля Ахундов объявил смертельную борьбу всем религиям, в том числе исламу. И в своих работах, особенно в трактате философском, видел главную причину возникновения восточного деспотизма в исламе, из чего сделал вывод, что для того, чтобы ликвидировать существующие деспотические общественно-политические строя на Востоке, нужно подорвать авторитет ислама, уничтожить фанатизм и суеверие в народе. В общем, я не выдаваясь в религиозно- общественно-политические взгляды Ахундова, просто подчеркну, что несмотря на то, что в свое время на жесточайшую травлю его подвергали, тем не менее его взгляды оказали почти революционизирующую роль в развитии азербайджанского общества. И буквально через 40 лет после его смерти молодые поколения азербайджанцев, которых Ахундов призывал искать совершенно иные пути развития и прогресса, в мае 2018 года создали именно в Азербайджане первое на Востоке, и не только на мусульманском Востоке, национальное, демократическое и светское государство. Азербайджанскую демократическую республику, столетие которой мы, иншаллах, отметим в следующем году. И в символике флага этого нашего первого государства, исламу было отведено только третья часть, это зеленый свет после тюркизма синего цвета и модернизма красного. Да и под зеленым цветом в этом флаге по определению лидера идеолога Адер Мамед Амина Ресузаде подразумевалась не просто принадлежность населения исламской религии, а ценности исламской цивилизации. Здесь я хочу особенно подчеркнуть, что все эти азербайджанские деятели, создатели первого модернистского государства в Востоке, в отличие от своих же соратников среди мусульманских народов царской России, вот тех же джаджедидов и других, они отличались тем, что если выступали в отношении религии в основном с позиции реформаторов, азербайджанские деятели были ярко выраженными секуляристами. И считали основной принцип отделения религии от государства основным принципом современной государственности. Неслучайно секуляризм стал основой религиозной политики молодого азербайджанского государства. Я не буду перечислять, какие мероприятия были приняты, но отмечу лишь то, что несмотря на создание духовного правления всего, духовенца не было представлено в парламенте, шейх-ли-услам и муфтий, шейх-ли-услам шиитский и муфтий, представитель суннита, приглашались в парламент лишь в тех случаях, когда обсуждались вопросы, имеющие отношение к религии. Но период советской власти я пропускаю, это не азербайджан определял эту политику, когда атеизм стал частью официально коммунистической идеологии. Но отмечу лишь то, что когда началась вторая мировая война, и в общем советский правитель изменил свою позицию в этом вопросе, в конце мая 1944 года именно Баку прошел первый сель за кавказских мусульман и был создан Духовное управление мусульман Кавказа центром Баку. Видимо, учли они вот эти традиции. И председателем вот этого комитета стал азербайджанец Ахунда Ализаде. Вместе с тем, в советские годы религиозная сфера в Азербайджане была до крайности ограничена. В стране официально функционировали только 18 мечетей и 4 из них поход. И лишь в конце 80-х на волне горбачевской перестройки гласности в Азербайджане, как и в других советских республиках, произошла некоторая либерализация режима и сразу же было замечено религиозно активность отдельных сил. Вначале это были иностранные дипломатические представители, студенты из мусульманских стран, в основном арабских. И именно в этот период салафитские элементы впервые стали открыто проявлять себя в Баку. В это же время в Азербайджане начинают появляться и религиозные миссионеры из других стран, особенно из Ирана и Турции. Одновременно в стране начинает активизироваться независимая религиозная деятельность наших самих азербайджанцев и открывается первое религиозное учебное заведение в Азербайджане, которое я вот здесь перечисляю, но в последующие годы они постепенно все были закрыты, осталось только всего одно медресе. Новый же период в истории религиозной политики республики начинается уже в 1991 году, когда независимость Азербайджана была восстановлена и в стране была объявлена свобода вероисповедания. Принятый 20 августа 1992 года закон о свободе вероисповедания считается одним из наиболее демократических, юридических актов в истории Азербайджана. Он признавал свободу всех вероисповеданий, возвращал здание религиозных центров верующим, давал верующим право свободно распространять в принципе свои веры и создавать религиозно-образовательные заведения. Вместе с тем, как и период АДР, в этом законе был введен запрет духовным деятелям избираться в национальный парламент Азербайджана. В силу ряда объективных причин, в частности, изначальное запасение возрастающего влияния идеи иранской исламской революции, затем радикализация религиозной сферы, этот закон последующие годы был несколько раз изменен, то есть был ужесточен и в него были введены ограничения. Забегая вперед, я отмечу, что ужесточение законодательства в этой области, происходившие последние пять лет в Азербайджане, запрещают иностранцам заниматься религиозной пропагандой и людям, получивших религиозное образование за рубежом, занимать религиозные посты. Чтобы понять причины происходящего, следует рассмотреть те изменения, которые произошли в азербайджанском обществе за изучаемый период. Я уже отмечала, что ислам обрел массовую популярность в Азербайджане только после распада Советского Союза и здесь сыграл фактор не только, конечно, официального разрешения, то есть принятия уж указанного закона. Экономические трудности, гуманитарные проблемы, появившиеся в эти годы, побудили людей искать альтернативные варианты заполнения ощущаемого ими вакуума. Религия дала возможность восстановить связь с исламскими корнями страны, которые осуждались при советской власти. Однако, и опять же, в отличие от многих других стран с преимущественно мусульманским населением, в Азербайджане восстановление связи с мусульманскими корнями не имело экстремистских коннотаций. По мнению ряда азербайджанских исламоведов, люди идеализировали не ислам предков, а ислам как таковой, очищенную версию ислама, свободную от местных обычев и предрассудков. Но к середине и концу 90-х Азербайджан оказался разделен между различными направлениями ислама. Умеренные шииты столкнулись с радикальными шиитскими группировками, которые отказывались признать юрисдикцию государства в религиозных делах. Появили соловицкие радикально-ваххабитские группы, а община, придерживающая классических сунницких традиций, оказалась под сильным влиянием Турции. После объявления свободы вот этого закона, а также с падением железа в занавесах в Азербайджан начали приезжать миссионеры из мусульманских стран, особенно из Ирана, Турции и стран Персидского залива. Благотворительные фонды, которые вначале прибывали в страну в качестве гуманитарных или благотворительных организаций, вскоре начали создавать религиозные образовательные институты. В 93-м и 2003-м годах в Азербайджан действовали уже примерно в 150-м адресе. Деятельность иностранных фондов велась разными странами по трем основным направлениям. Шиитское течение велось в основном Ираном, сунницкое течение в основном Турцией и Египтом. Соловицкая же пропаганда вела с фондами Саудовской Аравии и другими странами Персидского залива. Следует отметить, что около 65% населения Азербайджана считают себя шиитами или являются выходцами из традиционных шиитских регионов. И вот из этих 150-м адресе в стране 22 находятся под контролем Ирана. 14 из них были зарегистрированы Министерством юстиции. Я пропускаю наши данные из-за ограниченности времени. В середине значит, вот из турецких же вот эти благотворительные фонды также реставрировали 26 мечетев, а также арабские религиозные деятели. Вот здесь цифры есть и кому интересно будет ознакомиться. Да, в создавшейся ситуации азербайджанское правительство постепенно начало ужесточать религиозное законодательство. И в 1998 году власти начали сильно ограничивать деятельность арабских религиозных организаций. Самый известный пропагандист салафизма в Азербайджане шейх Салим Захарна, проповедник арабского происхождения, был депортирован из Азербайджана. Именно в этот период власти Азербайджана серьезно заботились быстрым расширением религиозного сегмента общества. Кроме того, в эти годы начали поступать сообщения о том, что азербайджанцы начали присоединяться к иностранным религиозным вооруженным группировкам в таких регионах суннитского джихада, как Афганистан и Чечня. Серьезная беспокойность вызвала также усиление религиозного влияния шиитского Ирана. Власти пошли не жестокие меры. Первые аресты радикальных религиозных активистов начали в середине 90-х годов. Было арестовано все руководство исламской партии Азербайджана. Приведены также аресты среди участников исламских экстремистских группировок, таких как Хызбетут Тахрир. В 2001 году указан президенту Алиева был создан комитет по борьбе по работе с религиозными организациями, который получил право регистрации религиозных общин ранее принадлежащим Министерству юстиции. Был составлен список запрещенной религиозной литературы, запретили ввоз и продажу нескольких исламских и христианских книг. А правительство ежегодно объявляло список запрещенной литературы. Последующие годы стали периодом ограничений жестких вмешательств государства в сферу религии. Причиной тому послужилось усиление религиозного радикализма на Ближнем Востоке под влиянием войн в Афганистане и в Ираке. Первая знакомость азербайджанского общества с реальной деятельностью радикальных исламистов произошла в связи с газетной статьей известного публициста Рафика Таги в 2006 году, в которой автор нелестно отзывался о пророке Мухаммеде. Таги начал получать большое количество угрозы, расправы по телефону, а религиозные активисты из Наждарана, это селение в Азербайджане, самое религиозное, привели пресс-конференцию, на которой уже открыто угрожали ему физически. Правительство не нашло лучшего способа, как уберечь вот этого Таги. Арестовали его, якобы, чтобы успокоить общество, однако после того, как он был освобожден, сразу был убит. Запрет в религиозном сфере Азербайджана стали ужесточаться из года в год. В мае 2007 года правительство запретило передавать азан, призыв к молитве, через радиоусилители, вначале Баку, а потом по всей республике. Запрет продолжился всего несколько дней после серьезного недовольства религиозного сообщества. Правительство формально вроде отменило его, но, несмотря на это, в нескольких мечетях запрет назад все еще действует. Летом до 2007 года комитет, исходя с необходимостью новой регистрации, закрыл 19 курсов Корана, работавших нелегально. Малое число из этих курсов были зарегистрированы внутри религиозных общин. В 2009 году парламент принял поправку, запрещающую людям, получившим религиозное образование, за рубежом занимать религиозные должности. Квота на участие паломничества в Мекку была уменьшена с 60 тысяч до 2 тысяч человек. Решение заниматься организацией хаджа было дано только Духовному управлению мусульман Кавказа. Частым компаниям это было запрещено. Несмотря на принятые властями в основном профилактические меры, вскоре начали появляться первые вооруженные религиозные группы, зафиксированы первые теракты. Например, 17 августа 2008 года Салафитскую мечеть Абу-Бакр Наримановского района была брошена граната. Мечеть была закрыта и в результате расследования стало известно, что теракт был проведен в группировках радикальных Авариджи, лесные братья. Члены группировки были арестованы, их лидер Илгар Маллачи при оказании сопротивления был убит. Боевые действия в Афганистане, Ираке и Сирии привели к быстрому распространению День джихада. Суницкие группировки, воюющие против Аш-Расада, объявили свою борьбу с священной, то есть с джихадом. Впервые в мае 2013 года группа азербайджанцев в Сирии распространила в интернете видео с призывом к отца отечественникам присоединиться к джихаду в этой стране. С тех пор стало очевидно, что азербайджанские граждане участвуют в вооруженных столкновениях в Сирии. Вскоре стали проходить вести о гибели сотен джихадистов с обеих конфликтующих сторон, среди которых сообщалось о гибели около 30 джихадистов из Азербайджана. После этого шейх Руслан, наш Азербайджан, выдал петву против джихадов в Сирии. В официальной прессе против джихадистов началась активная пропаганда. Легально действующие салафиты Азербайджана также сделали заявление о том, что происходящее в Сирии – это не джихад, а борьба за власть, и мы не должны в это вмешиваться. Далее власти приняли закон о запрете на участие граждан страны в незаконных военных формированиях за границей. После этого начались первые аресты. В последние годы около 100 граждан страны, вернувшиеся из Сирии, были арестованы. Перед заметным ростом религиозности среди населения, появлением все новых радикальных религиозных лидеров, государство осуществляет контроль за религиозными группами. Усиление враждебных призывов, взаимных обвинений между представителями различных ветвей ислама, в частности шиитами, суннитами, а также призывы, направленные против самой власти светской азербайджанской государственности, которую можно было читать в социальных сетях, заставляют властей прибегать к самым жестким мерам. К этим мерам и можно отнести полицейскую операцию в Нардаране, в самом религиозном селении Близбаку, произведенном в апреле 2015 года, в ходе которой было убито 6 человек. Да, я заканчиваю. В том числе двое полицейских. Более 60 человек, в том числе руководители-активисты движения «Мусульманское единство» были арестованы как в Нардаране, так и в других регионах. В общем, как следует сказано, при тенденции роста религиозности среди населения появление все новых радикальных религиозных лидеров, власти Азербайджана пытаются контролировать ситуацию религиозности в сфере, в первую очередь путем ограничений и запретов. Именно в этом контексте следует отметить принятие Азербайджанским парламентом в декабре 2015 года закона о борьбе с религиозным экстремизмом. Согласно этому закону, за участие в террористической деятельности и действия, направленные на носительные изменения конституционного строя Азербайджана, будут лишать гражданства Азербайджана. И там я раскрываю еще закон, и следует подчеркнуть, что распринятие этого закона послужило тому, что опыт Азербайджана стали изучать в других постсоветских мусульманских странах, в частности Казахстане, как пример международного опыта законодательства по профилактике противодействия экстремизма. Наряду с этими мерами власти республики пытаются установить диалог с религиозным сообществом. Правительственные агентства, которым власть уверена управление и контроль за деятельностью религиозных общин, получили с 2014 года полномочия проводить религиозное просвещение, пропаганду идей истинного ислама. Была создана государственная служба по вопросам мультикультурализма, межнациональным и религиозным делам. И был также создан Международный бакинский центр мультикультурализма. Согласно законодательству, Ахундовы имамы в мечети, общее число, которое в Азербайджане сегодня достигает в мечети, более двух тысяч, назначает духовное управление мусульман, но это назначение согласуется с комитетом по религии. В то же время здания и земли мечетей считаются собственностью государства или муниципалитета. Общины мечети проходят регистрацию в Госкомитете по делам религии и должны отчитываться перед этой госструктурой. Описываемая вновь ситуация лишь частично в контексте нашего доклада отражает действительность в религиозной сфере в современном Азербайджане. В целом же я хочу заверить, особенно от младых наших слушателей, что в Азербайджане довольно сильна светская традиция. Религию не преподают в школах, а духовная литература, как уже отмечалось, находится под строгим контролем. Сегодня в Баку в изобилии присутствуют признаки светской жизни. Бурная ночная жизнь столицы славится вечеринками в этом и не отличается от других столиц и больших городов мира. Дорогие клубы, бары, рестораны открыты до самого утра. Жители страны производят и пьют традиционные напитки, в том числе вино и даже водку, и даже некоторые едят свинину. По определению азербайджанских исламоведов, азербайджанцы среди всех мусульманских наций наименее серьезно относятся к религиозным церемониям и по посту, несмотря на то, что количество практикующих мусульман растет, Баку по-прежнему остается самым светским местом в мусульманском мире. Спасибо за внимание. Спасибо большое за вопросы. Большое спасибо за интересный доклад. Очень много таких мер запретительного и ограничительного характера. Я вот услышал в вашем докладе 100 вернувшихся из Сирии арестованы. На какие сроки, когда они выходят и какие планы, что с ними делать дальше? Что с ними делать дальше? Они, конечно, в принципе ведется очень такая разъяснительная работа среди населения. Нам в этом помогают правительства, в основном семьи вот этих людей. Потому что традиционно общество осуждает этих людей. Они не, у них нет поддержки в самом обществе. То есть и в этом смысле государство пытается вот хотя бы таким путем ограничить их действия. И то, что они там погибают. Вот недавно вернули их детей через вот чеченского руководителя несколько детей, которые остались сиротами. Это все очень широко пропагандируется. А то, что они сидят немного, два-три года осуждают, притом по закону, что они вот вступили в незаконную вооруженную организацию. Но ведется в этом смысле очень работа поддерживающая. Я вот еще раз хочу поддержать, подчеркнуть, что вот да, это кажется, что правительство прибегает к более жестким, более запретительным мерам. Но то, что вот эти меры находят поддержку в самом обществе, это очень во многом помогает. Лишь короче. То есть даже вот мы, зная иногда вот это село, я вот называла бы селение Нардаран, там, конечно, с ними расправились очень жестоко. С другой стороны, то есть мы понимали, что там... Да, то есть я ответила на вопрос, что сидят они около двух-трех лет в закону и встречают, конечно, огромное противостояние в самом обществе. Это тоже немаловажный фактор. Спасибо большое. И слово предоставляется Стародубровской Ирине Викторовне, город Москва, Россия, руководителю научного направления политической экономии и региональной развития Института экономической политики имени Егора Тимурча Гайдара. Тема ее доклада о особенности дерадикализации молодежи в условиях глобального информационного пространства. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я буду говорить об этой проблеме как социолог и опираться на те социологические исследования, как количественные, так и качественные, которые я проводила в течение последних пяти лет на Северном Кавказе. И я немножко поговорю о результатах этих исследований. Вот тут немножко рано переключили еще, можно пока не переключать. Но сначала я бы хотела буквально пару слов сказать о терминологии. Потому что на самом деле, когда мы употребляем те или иные слова, нам надо четко понимать, что мы имеем в виду. Вот когда речь идет о борьбе с радикализмом, то в международном научном сообществе, которое занимается этими проблемами, обычно используют три термина. Первый термин дисенгейджмент или неучастие, это собственно когда люди отказываются от насильственных практик, в которых они так или иначе участвовали по религиозным мотивам, ну по каким-то причинам. Вот так получилось, что там отказались. Второе это дерадикализация. Его обычно используют для того, чтобы характеризовать ситуацию отказа людей от насильственных практик в результате изменения их идеологии, в результате того, что они на идеологическом уровне отказываются от борьбы за свои идеалы с использованием насилия. Но речь обычно идет о работе с конкретными людьми. То есть это, например, там этот термин используется, когда речь идет о работе там с бывшими джихадистами в тюрьмах. Вот то, о чем мы говорили до сих пор, обычно характеризуется термином контррадикализация. И здесь речь идет о некой политике в обществе, которая в целом направлена на противодействие радикализма. То, о чем говорили до меня в основном, и то, о чем буду говорить я сейчас, это, собственно, вот контррадикализация. Второй терминологический момент, о котором я бы хотела сказать, это, собственно, как мы называем ту часть мусульман, которая по, так сказать, конвенциональному мнению, которая тоже не всегда правильна, наиболее склонна к радикализму. Используются термины там салафиты, ваххабиты, нетрадиционный ислам, фундаменталисты. Я хочу сказать, что хорошего термина в науке не выработано. Я обычно в популярных выступлениях и публикациях использую термин нетрадиционный ислам, в научных фундаментализм. Можно привести 101 аргумент, почему это не очень хорошие термины, но вот я просто, так сказать, говорю, что я их буду использовать. Во-вторых, я бы хотела сказать огромное спасибо организаторам за то, что мне дали выступить вот после конкретных выступлений по отдельным регионам, по отдельным странам, потому что в какой-то мере я попробую теоретически обобщить то, что было сказано, а в какой-то мере, может быть, добавить что-то новое о том, что еще не было сказано о борьбе с радикализмом вот в этих современных условиях. Потому что, собственно, все выступающие до меня говорили вот об этом контексте глобального информационного пространства. Появление различных мусульманских течений, которые приходят на те или иные территории из-за рубежа, обучение исламу в зарубежных странах, международно популярные проповедники, которые так или иначе влияют на ситуацию. Все это та объективная реальность, с которой, естественно, в нашем мире сталкиваются те люди, которые, собственно, занимаются этой проблематикой. Мы ее фиксируем. Вот дальше вопрос, насколько хорошо мы ее фиксируем, когда мы говорим о борьбе с радикализмом, когда мы говорим о политике контр-радикализации. Ну вот, например, очень важное направление, о котором уже и здесь много говорилось, и которое в Татарстане, насколько я понимаю, очень популярно и активно продвигается, это исламское образование. Люди недостаточно образованы, нам важно, чтобы у нас были образованные имамы, будут образованные имамы, проблем с радикализмом станет меньше. Наверное, в какой-то мере это правильно. То, что это условие необходимо. Дальше давайте посмотрим, достаточное ли это условие. Вот сейчас можно следующий слайд. Я сейчас скажу буквально несколько слов о результатах количественного социологического исследования, которое мы проводили в последние два года, для тех, кто интересуется технологическими характеристиками исследований. Я хочу сказать, что мы его проводили методом таргетинга в интернете с добавлением снежного кома. И по Дагестану у нас было примерно 1700 респондентов, по чеченцам и ингушам 600. Наверное, для неспециалистов это немножко китайская грамота, вы просто, так сказать, не обращаете внимания, а я хочу обратить внимание на результаты. Итак, если человек, мусульманин, хочет решить какой-то вопрос в соответствии с религиозными канонами, куда он обратится за решением? Мы видим, что достаточно высокая доля обращается к имаму мечети. Но эта доля где-то в районе 50-60%. Вполне конкурентоспособна с обращением к имаму обращение к знающему человеку среди знакомых. Обратите внимание, это гораздо более популярный источник информации, чем просто интернет-источники. И более того, среди чеченцев и ингушей, которые обращаются к имаму вроде бы чаще, вот по этой общей сумме, это был как бы multiple choice, то есть множественный выбор, человек мог отметить не одну, а несколько позиций. Мы видим, что чеченцы и ингуши одновременно чаще обращаются к нескольким источникам. Не только к имаму, но и еще к кому-нибудь. Следующий слайд. Теперь давайте посмотрим, а собственно к какому имаму будут обращаться верующие, если мы берем вот эти территории на Северном Кавказе. Ну вот где-то 40% дагестанцев и около 50% чеченцев и ингушей собственно пойдут в ту мечеть, куда им просто удобнее добираться. Одновременно с этим почти 50% дагестанцев и около 40% чеченцев и ингушей пойдут не к любому имаму, а к имаму, который либо их взгляд не противоречит их взглядам, либо которые с их точки зрения читают интересные худбы. И наконец, следующий момент. Еще можно следующий слайд? Который тоже несколько характеризует вот эту ситуацию. Это то, что собственно более четверти участвовавших в опросе респондентов сказали, что они не будут ориентироваться ориентироваться в поиске правильного ответа на вопрос, связанный с религией, на один масхаб, а будут ориентироваться на мнение современных ученых вне зависимости от принадлежности к масхабу. Что собственно нам показывает эта картинка? Здесь важны не столько сами цифры, они, ну я еще раз говорю, выборка целевая, а не репрезентативная, вообще же такое репрезентативная выборка из мусульман не очень понятно. Здесь важна общая конфигурация. То есть мы видим, что идет конкуренция разных источников знаний и собственно у людей появляется выбор. Я в дальнейшем в своем рассказе буду описывать эту ситуацию в терминах рынка. Я сразу хочу сказать, чтобы этот термин не вызывал, так сказать, чрезмерного напряжения, что речь идет не о том, что что-то продается и покупается за деньги, термин «рынок» уже давно вышел из этих пределов. А речь идет о ситуации, когда появляется множественность предложения некого продукта, в данном случае духовного продукта, и у людей возникает возможность выбора из этих предложений. И вот тут возникает очень интересный вопрос, а собственно по каким критериям и по каким правилам идет этот выбор. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, давайте посмотрим отдельно на спрос, отдельно на предложение и отдельно на процесс выбора именно с точки зрения процессов радикализации и мер, способствующих до радикализации. Если мы говорим о спросе, то что собственно хотят те люди, которые так или иначе обращаются к религии ислам? Они хотят получить, так сказать, стать правильными мусульманами, они хотят получить правильные религиозные знания, то есть у нас есть вот некий такой вот рынок религии. Вот обычно этот рынок достаточно изучен, обычно говорят о его существовании в терминах, когда люди там переходят из одной религии в другую. То есть вот есть некий выбор. Либо люди ищут ответ на некие свои социальные условия. То есть в международном экспертном сообществе речь обычно идет о том, исламская радикализация – это последствия некой своеобразной интерпретации ислама или это удовлетворение запроса на радикальную идеологию. Когда человек чувствует, что ему очень некомфортно в жизни, когда человек хочет вот все изменить сначала до конца, и, собственно, он ищет, кто ему даст идеологическую базу для этого. И он находит ее в радикальном исламе, как раньше он находил ее там в ливацких, маоистских взглядах, и те группы, собственно, прибегали к насилию ничуть не меньше. Всякие истории, когда там людей в котлах варили и так далее, для тех, кто занимался этими маоистскими группами, так сказать, достаточно известны. На этот вопрос нет однозначного ответа. Я бы, пожалуй, сказала, что и то, и другое. И вот то, что это не просто религиозный рынок, но и рынок идеологии, следует из моих исследований на Северном Кавказе в каком отношении? Что, собственно, произошло с республиками Северного Кавказа в постсоветский период? Там произошли абсолютно драматические социальные изменения, потому что, с одной стороны, стали очень быстро рушиться регуляторы традиционного общества, а с другой стороны, в результате массового отъезда коренных горожан из городов, собственно, рухнули регуляторы городской жизни. И молодые люди, которые в этот период входили в жизнь, они попали в очень некомфортную ситуацию. Потому что, во-первых, это вот некий такой нормативный хаос, старых регуляторов нет, новые еще не сформировались, правила игры непонятны, издержки взаимодействия между людьми запредельные, потому что не знаешь, как человек, так сказать, на то или другое ответит. И, собственно, вот в этом смысле запрос на некую нормативность, он проявляется очень сильно. С другой стороны, вот в этих условиях, когда люди массово переезжают, например, из села в город, или когда в тех же селах разрушаются, исчезают колхозы и приходится менять жизнь радикально, собственно, исчезает объективная основа поколенческих иерархий, на которых строилось традиционное общество. И молодым людям нужно идеологическое обоснование самостоятельного поиска новых путей в жизни, самостоятельного поиска ценностей и смыслов, выхода из вот неких ограничений, установленных старшими, потому что просто эти старшие жили в другом мире и не очень много могут дать молодежи с точки зрения истории жизненного успеха. И вот, собственно, когда мы говорим, что давайте мы, так сказать, полностью сосредоточимся на распространении традиционного ислама, мы должны понимать, какие здесь существуют ограничения. Потому что там, где есть реальный запрос молодежи на легитимацию межпоколенческого конфликта, один из критериев выбора, один из, так сказать, показателей спроса – это как раз идеология, отличная от старшего поколения. И фраза «слово Всевышнего выше слова отца» – это фраза, которую я регулярнейшим образом слышала в своих интервью со стороны молодых мусульман, там, молодых фундаменталистов, потому что вот этот вот момент для них принципиально важен. Следующий момент. Давайте посмотрим на предложение. Как, собственно, построено вот это вот, вот мы, так сказать, выяснили, что у нас в любом случае в такой ситуации сложной социальной трансформации будет спрос не только на традиционный ислам. Давайте посмотрим вот на этот сектор исламского фундаментализма, как там построено предложение. Тут тоже существуют две абсолютно противоположные концепции. Некоторые считают, что, так сказать, движение от более умеренных к более радикальным интерпретациям исламского фундаментализма естественно, и, собственно, если человек обратился к этой идеологии, то дальше он просто идет по разным стадиям радикализации. Некоторые считают, что это конкуренция, причем острая конкуренция, разных течений внутри нетрадиционного ислама, которые пытаются перетянуть друг у друга сторонников, и, собственно, с этой точки зрения умеренные фундаменталисты это наши союзники в дорадикализации, потому что они пытаются перетянуть, так сказать, сторонников у более радикальных течений. Опять же, на самом деле, скорее всего, верное то и другое, но я должна сказать, что вот для меня, как человека, проводящего исследования, вот не только количественное, но и качественное в этой среде, вот этот вот фактор конкуренции разных течений достаточно очевиден, потому что, вот, например, когда достаточно массово дагестанская молодежь, к сожалению, стала уезжать в ИГИЛ, я просто знаю, что в Махачкале, я говорила с людьми, которые участвовали в этом, в Махачкале работали группы молодых сторонников нетрадиционного ислама, которые переубеждали тех, кто хотел ехать в ИГИЛ. Причем про них, как бы, знали родственники, обращались в эти группы, они приглашали соответствующих ребят, они на близком им языке, потому что очевидно, что, так сказать, идеологическое поле очень близкое. А если нужно, одну минуту. Объясняли им, что, собственно, вот это вот, так сказать, совсем не то, что требуется от мусульманина в современной ситуации. Тогда я не буду подробно останавливаться на рассказе про выбор, хотя он тоже очень интересный. Опять же, я бы сказала и ту, и другую. В этом выборе есть, так сказать, элементы иррациональные. Кстати, они далеко не всегда связаны с исламом, потому что очень часто эта иррациональность строится на замкнутом круге насилия. Вот эта вот, так сказать, очень тяжелая ситуация, которая, собственно, раскрутилась в Чечне и во многом потом, так сказать, пошла кругами, когда насилие с одной стороны порождает насилие с другой стороны, новые герои и мученики, необходимость мстить, насилие, герои и мученики с другой стороны, необходимость мстить, и вот это вот, как бы, как такой снежный ком начинает накручиваться, и на самом деле, вот, когда рассказывали про тех, кто был в лесу, в Марате, Кавказ, на Северном Кавказе, говорили, что очень значительная часть это была просто вот люди, которые пошли мстить. Поэтому я бы просто хотела закончить очень общими выводами из того, что я сказала, что когда мы говорим, поскольку вот это не только рынок религии, но и рынок идеологии, важно не только образование, но очень важны социальные условия, очень важна работа по открытию социальных лифтов, и об этом можно еще, как бы, час говорить, потому что это очень важная тема. Я просто зафиксирую, что это важно. Во-вторых, необходимо в какой-то мере использовать, ну или хотя бы не мешать конкуренции, течении внутри фундаменталистского ислама таким образом, чтобы давать возможность более умеренным перетягивать на свою сторону тех, кто мог бы стать более радикальными или уже стал более радикальными. То есть в этом смысле должна, так сказать, быть дифференциация в политике между теми людьми, которые, так сказать, реально нарушили закон, там взяли в руки оружие или собираются это делать, и теми людьми, которые могут их оттуда вытащить. И, наконец, необходимо, безусловно, по максимуму канализировать вот этот вот объективно возникающий, во всяком случае, в условиях Северного Кавказа, я говорю о них, протест в ненасильственное русло. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Викторовна, за ваше интересное, но дискуссионное выступление. Да, в таких случаях я всегда понимаю, я всегда говорю, что, как при всей свободе мнений, законодательство Российской Федерации всегда первично. Это я говорю прежде всего для наших уважаемых студентов, как профессор Казанского Федерального Университета. Вроде я ничего не нарушила. Нет, это ЦУ нашим уважаемым студентам, соответственно. И тогда вопрос, Ирина Викторовна. Есть, можно вопрос, да? Пожалуйста. Вот мы тоже занимаемся, Центр исламоведения Академии наук, мы тоже занимаемся как количеством, так и качественным исследованием, в том числе работаем с людьми, которые уже находятся в тюрьме, либо уже освободились, либо в следственных изоляторах. И вопрос, собственно говоря, плюрализма рынка, идеологического рынка, он всегда стоит остро. У меня все-таки вопрос, насколько он должен быть свободным. Я вам примеры приведу. И, на самом деле, когда мы беседуем с людьми, мы понимаем, что зачастую человек начинает в группы Нурджей, потом он попадает к Тахрир, потом он попадает к Таблик. И когда у него вот эта каша в голове, благодаря тому плюрализму, которого мы очень часто отстаиваем, этот человек уже готов ко многим вещам. Вот это первый вопрос, поэтому все-таки, а где, если, должны были мы понимать, что это? Я как-то сказал в интервью, да, это рынок и деле, все-таки базар мракобесия, которые тоже, знаете, иногда вряд ли в перспективе, исходя из всех наших порывов к свободе слова и так к демократии и прочему-прочему, может привести к кому-то конструктивному итогу. Спасибо. Ну, я хочу напомнить вам, как бы известно, говорят, что это то, что у Кеннеди лежало на столе. Господи, дай мне, так сказать, силы не пытаться менять то, что я не могу изменить. Вот, к сожалению, или к счастью, или же как мы оцениваем, но вот этот плюрализм в условиях глобализации, это объективная реальность. Я, собственно, вот вначале специально это подчеркнула. Нам это может не нравиться, мы можем с этим не соглашаться, мы можем против этого протестовать. Это то, в чем мы неизбежно живем, потому что мир стал глобальным. Вот это так. То есть я бы это из вопроса, так сказать, как, что правильно и что неправильно, вывела в объективные предпосылки, на которые мы, к сожалению, влиять не можем. И вот что мы можем сделать в этих границах. То есть вот это вот первое. Второе. По поводу вот той ситуации, которую вы говорите, что люди там сначала, так сказать, приходят в ненасильственные, потом насильственные. Есть такая ситуация. И есть противоположная ситуация, когда люди уходят из джихадистских групп, потому что их убедили представители более умеренного. Потому что это и есть конкуренция. Вы можете прийти купить морковку одного сорта или другого сорта. Дальше уже как бы продавцы морковки конкурируют. Вы можете прийти из более умеренного течения в более радикальное, а можете прийти из более радикального в более умеренное. Мне кажется, что государство должно влиять на эту ситуацию, опять же, я еще раз говорю, объективную. Я не вижу способа повернуть какой-то, так сказать, краник и прекратить глобализацию. Так, чтобы приток из радикальных в умеренные был гораздо более значимым, чем из умеренных в радикальные. Вот смотрите, да, допустим, опять же, мы к салафизму возвратимся. Умеренный салафизм, допустим, от халитского толка, да, вот это мединское вид, достаточно деполитизировано. Без вопросов. Вот если, как бы, ну, да, носят длинные бороды, молятся там, все, все, ну, факт остается фактом, пока что умеренный салафизм остается основной социальной базой, да, идеологической, там я сейчас, которая является потом, да, и, к сожалению, вот обратных каких-то механизмов, они есть, я не говорю, но они скорее все-таки в данном случае исключения, нежели правила. Знаете, я думаю, что здесь дело в том, что мы с вами просто работали с разными социальными группами, потому что я, собственно, работала с теми, кто не ушел, и я выясняла, какой путь прошли они, и вот этот вот путь, как бы, из джихадистских групп в более умеренные, он есть. Я проводила качественные исследования, как вы понимаете, количественники в этом смысле невозможны, поэтому сказать исключение не исключение, как бы, не можем, не вы, не вы, не мы, не можем, но вы говорили, собственно, с теми людьми, которые прошли обратный путь. Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы государство способствовало тому, чтобы путь в более умеренное, так сказать, направление для людей был привлекательным. Сейчас государство эту задачу перед собой не ставит. Возможно, если бы государство эту задачу таким образом перед собой поставило, то результаты были бы гораздо более впечатляющие. Спасибо большое. И один короткий вопрос, потому что мы уже немножко выходим из графика. Шамир Авиевич, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Айдар Юрьевич. Уважаемый коллега, Ирина Викторовна, позвольте мне, как бывшему сотруднику Ранхикс, не воспользоваться этой возможностью и вам, как коллеге, задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как бы не травматично для, возможно, присутствующих здесь представителей мусульманского духовенства вы рассуждали бы в категориях рынка и конкуренции, но ситуация такова, что действительно и глава государства говорит о необходимости, о задаче государственной, о создании конкурентоспособного исламского образования. И, в общем, многие участники здесь реализуют именно государственные задачи. Скажите, пожалуйста, вот сегодня основные негативные моменты как бы связывают с радикализацией молодежи, которые так или иначе находятся в мусульманской среде. А последние сигналы, сигналы последних лет уже свидетельствуют о том, что и в таких образовательных учреждениях, брендах образовательных, как РАНХИКС, МГУ имени Ломоносова, финансовая академия при правительстве Российской Федерации тоже своего рода становятся кузнецами подготовки кадров студентов, которые уходят с университетской скамьи или в Сирию, или в приграничные районы. Там дело Карауловой и дело студентки из РАНХИКС и тому свидетельство. Скажите, пожалуйста, не пора ли, на ваш взгляд, и точнее так, есть ли база для радикализации студенческой молодежи в светских вузах, в сегодняшних реалиях светского нашего государства, в университетах. И не пора ли, может быть, в рамках этой государственной задачи обратить внимание на подготовку, более качественную подготовку специалистов не только по истории культуры и ислама среди мусульманской молодежи, но и среди той молодежи, которая считает себя как бы светской, обучаясь в светских университетах. Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Я, пожалуй, что коротко на него ответить не могу. Я, ну, это просто действительно предмет отдельного очень большого разговора. Я хочу отметить только две вещи. Первое. Насколько я понимаю, вот приход в религию, даже ребят достаточно светских, или вот переход на несколько другие религиозные позиции в связи с сменой среды, например, переездом вот образовательной миграции там с Кавказа в крупные города центральной России, это действительно одна из тенденций. И связано, мне пока сложно сказать, с чем она связана, я ею специально не занималась, я как бы ее зафиксировала и дальше не разбиралась особо. Но ясно, что люди ищут вот какую-то точку опоры в для них чуждой среде, незнакомой, не очень понятной и, как видно, частично находят ее именно вот в этом. Второй момент, о котором я хотела сказать, что с моей точки зрения было бы очень важно точно для Кавказа, может быть, и не только для Кавказа, проведение серьезных образовательных программ для молодежи, в том числе исламской молодежи, в том числе молодежи, которую там по тем или иным признакам мы можем заподозрить в радикализации. Потому что на самом деле очень часто причина радикализации, вот настоящей, когда люди автомат берут, это даже не в том, там считают они, что через две тысячи лет должен быть построен халифат, или не считают они это. Причина в очень узком, очень туннельном взгляде на жизнь. И с этой точки зрения, вот расширение этого взгляда и понимание, что твоя позиция это только одна точка как бы в достаточно большом интервале тех или иных возможных интерпретаций, с моей точки зрения, очень важное направление до радикализации. Ну а вот примеры, когда там люди уходят в ИГИЛ, я бы не абсолютизировала. Ну там один случай здесь, один случай там. В общем, мне кажется, это еще не то, что должно приводить к каким-то серьезным мерам. Спасибо.